От одного упоминания о перинатальном центре сейчас многим становится не по себе. Уже не первую неделю с передовых полос многих кировских изданий нисходят объявления о превышении в перинаталке предельно допустимой концентрации вещества стирол. Центр закрыли на проверку и ремонт, а по городу пошли слухи об увеличении выкидышей среди сотрудниц и пациенток этого учреждения. Но пока на данном этапе информация, что количество выкидышей, где-то там невыношенных беременностей возросло по сравнению со средним, так скажем, многолетним, такой информации нет. Работать можно, рожать нельзя. Уже сейчас к такому выводу пришли представители региональной власти, которые изучают ситуацию в перинатальном центре. И об этом сегодня в открытую заявили на встрече с журналистами. По их мнению, стирол не так страшен, как многие думают. На производстве, кстати, разрешено трудиться при концентрации, как этот растворитель в воздухе, мы считали, это в 5000 раз выше, чем те параметры, которые для готового атмосфера рекомендованы нормативными. Стерол – высокотоксичное вещество. От микродоз стирола страдает сердце. Оказывает сильное воздействие на печень, вызывая, среди прочего, и токсический гепатит. Женщины особо подвержены воздействию этого вещества, который является эмбриогенным ядом, вызывающим уродство зародыша в чреве матери. Стерол практически не выводится из организма, накапливаясь в печени. Пары стирола проходят через любую стену, будь то дерево, кирпич и железобетонный монолит. Процесс проникновения стирола остановить невозможно. Начиналось все крайне красиво. Высокие гости на открытии областного перинатального центра. Тогда, 1 декабря 2010 года, никто и предположить не мог, что в отделении новорожденных содержание стирола будет превышать предельно допустимую концентрацию в 14 раз, в родовом зале в 67, в процедурной в 43, а в отдельных палатах аж в 108 раз. Сейчас установлено, превышение концентрации стирола в перинатальном центре связано с демонтажем полов. Именно использованные при заливке материалы и стали выделять ядовитое вещество. Чтобы все пришло в норму в соответствии с санитарными величинами, требуется проветривание помещений и установка экологически безопасных покрытий. Подрядчик по гарантийным обязательствам должен все бесплатно устранить. Сейчас основная деятельность перинатального центра перенесена в старое здание на улице Московская. Сейчас попасть в перинатальный центр могут лишь его сотрудники, рабочие, которые производят здесь ремонт, и представители Роспотребнадзора, которые проверяют закрытое отделение. Когда же перинатальный центр снова заработает в полном объеме, точную дату сегодня на пресс-конференции никто назвать не смог. Равно как и не было ответа на вопрос, понесет ли кто-то уголовную ответственность. Ведь по сути в перинатальном центре была создана реальная угроза новорожденным детям и их молодым мамам. Эдуард Пенюкжанин, Алексей Стахеев, Бюро новостей, Давича.